сегодня у нас такая очень интересная тема все озабоченность своими волосами вот что с ними делать как их вернуть и так далее так далее и так далее когда как бы проблем нет все хорошо когда проблемы начинаются с волосами начинает бегать суетиться все заканчивается очень плохо вот проблема начинается с самого начала где вопрос какими должны быть волосы по длине этот счет существует разные мнения а я сейчас внесу окончательную ясность в том какой длины должны быть волос если вы посмотрите там какие-нибудь старинные гравюры индийские там все с длинными волосами там риши всякие там у драупади были очень длинные волосы всех там дэв дэви на всех длинные волосы вот мужчины тоже носили длинные волосы наверху их еще закручивали так называемая шикха что надо носить длинные волосы что это очень хорошо это правильно согласно ведической традиции причем одинаково и мужчинам и женщинам нужно носить длинные волосы так ли это на самом деле конечно как всегда что-то где-то кто-то не так понял то что я сейчас буду рассказывать очень важная вещь для некоторых может быть это будет вопрос жизни и смерти так вот в калиюгу которую мы с вами живем волосы должны быть короткие и у мужчин и у женщин это не значит что всем женщинам нужно под под ежик стричься совсем нет у них конечно же волосы должны быть более длинными но не такими чтобы они там до земли волочились собирали пыль и грязь вот или что-то в этом роде почему то что я сейчас сказал может быть противоречит тому что вы где-то слышали или читали но как всегда тот кто говорит или пишет не в курсе дела до конца почему древние риши древние садху и женщины в те времена носили длинные волосы причина вот какая дело в том что волосы аккумулирует право не аккумулирует энергию означает что та энергия которая исходит от вас та энергия которая вас окружает она аккумулируется оседает на волосах а времена которые описаны в ведической традиции это времена либо два пара юги либо трета юги а мы с вами живем в кали югу что это означает это означает что уровень развития сознания людей в то время был гораздо выше чем сейчас и обстановка в которой эти люди жили она была другой она отличалась от той которой мы живем здесь и сейчас в два пара югу 50 процентов кармы у людей было негативной папа карма 50 процентов была лучшая карма могу сказать что может быть все все в полном объеме была шубха карма не знаю вот но точно не папа карма а в трета югу этот размер был 75 процентов и папа карма была 25 процентов а в кали югу в которой мы живем здесь и сейчас у нас 75 процентов кармы это папа карма оставшиеся 25 процентов это не шубха карма а это мишра карма или смешанная карма или серая карма то есть черное с белым конец который всегда должен быть черным папа что это все означает это означает что поскольку сознание у людей тогда было гораздо выше мысли у них были получше энергия которая исходила от них была тоже получше вот и обстоятельства в которых они находились энергия которая их окружала энергия была совсем другой и поэтому они могли позволить себе иметь длинные волосы особенно садху риши которые занимались духовным развитием червень сознания был даже в те времена выше среднего они аккумулировали эту прану аккумулировали ту энергию которая исходила от них эта энергия оставалась в волосах она их окружала она их защищала и сейчас те же самые садху и риши которые живут может быть там в гималаях в пещерах или еще где то да сами с собой генерирует свою собственную энергию живут внутри своей собственной энергии вот они могут позволить себе иметь длинные волосы потому что их прана оставаясь на них потом их продолжает что называется поддерживать мы живем в совершенно других обстоятельствах мы об этом говорили на предыдущих занятиях у нас семьдесят пять процентов кармы собственно это папа кармы но и люди которые нас окружают это тоже люди носители папа кармы собственно те занятия посвященные защите они были этому были направлены на то чтобы вот разобраться с теми обстоятельствами в которых мы находимся и мы разобрались с тем что нас окружает нас окружает в общем то не очень хорошая энергия мягко говоря если у вас будут длинные волосы эта энергия будет на этих волосах скапливаться и оставаться и вы будете загрязнять себя этой энергии плюс собственной мысли наверное не очень светлые у большинства людей мягко говоря энергия которая ими генерируется она тоже будет оставаться с этим человеком и поэтому здесь длинные волосы сыграют злую шутку они будут выступать в качестве аккумулятора но аккумулятора не позитивной энергии аккумулятора негативной энергии может быть болезненной энергии даже что в кальюга особенно в кальюга сандхи сумерки кальюги в которой мы живем ситуация особенно обострена поэтому вот это все окружение вся эта энергия вся эта информация все что нас окружает чем длиннее волосы тем дольше она будет на них находиться а тем самым оказывать соответствующее не очень благоприятное мягко говоря влияние на наше сознание и нашу жизнь отражением которого она является поэтому в кальюгу я не рекомендую носить длинные волосы мужчинам уж точно живущим что называется в миру ведущим обычный образ жизни общающимися с другими людьми когда вы со всем этим завершите перейдете в садхану окончательную и вы станете отшельниками будете жить в Гималаях вот тогда вы можете отращивать длинные волосы и вам будет от этого хорошо но если вы остаетесь в миру как говорят в окружении обычных людей мы ведем более менее обычный образ жизни то длинные волосы это то что будет вам препятствовать это очень серьезная проблема на самом деле и их надо будет чаще мыть вот от этого они будут портиться ну правда сейчас есть возможность эту проблему решить об этом я позже расскажу вот но все равно длинные волосы я вам не рекомендую и мужчинам понятно само собой сам я видите не ношу их уже много лет вот и вам не советую мужчины а также не советую женщинам то есть это не значит что они должны быть такими они могут быть подлиннее но не вот такие там как некоторые носят не будут спасибо ну